Сейчас вам сделаю обзорчик отеля Fun and Sun Vox Resort. Приехал я в него очень неожиданно, невзначай, так скажем, потому что мы планировали поехать в Кировскую область, в санаторий, но, к сожалению, погода подвела экстренно. Мы заменили его за день до поездки на Турцию. Заменили его на отель вот как раз вот этот вот Fun and Sun Vox Resort. Вот. Мама хотела Marmaris. Мы с мамой должны были санаториться. Вот теперь массажи делаем здесь. Мама хотела Marmaris. Я, собственно говоря, был не против. Отелей в Marmaris хороших пятерок особо-то и нет. Выбирая из того, что было по бюджету нормальное, ну вот почему-то я решил, что здесь будет хорошо. Насколько хорошо, вот я сейчас вам все покажу, все расскажу, проведу экскурсию по отелю, а там решайте уже сами. В этом отеле классная внешность снаружи. Обратите внимание, как вокруг все красиво, какая пышная зелень, сосны, пальмы, если бы не одна червоточина. Мы находимся на погосте кладбища. Он, если кому нужно, можно рассмотреть даже с балкона надгробья, которые здесь, собственно, на кладбище находятся. Вот это тоже здание, видимо, аннекс-блок, принадлежит этому отелю, относится к отелю. Кстати, этот отель раньше назывался Кервансара, я его таким и помню. Не знаю, кто там живет, гости, не гости, сотрудники, черт его знает, однако это точно относящиеся к отелю здания. Еще большой минус, да, хоть тут и тихо в связи с кладбищем, то есть можно там пройтись куда-то, везде тишина, покой. Вот здесь наш номер находится прямо над баром. То есть такое вот веселье здесь проходит вплоть, бывает и до 12, и до часу, и до двух часов ночи крики, вопли. А тут мы пораньше уснули, и детям дали микрофоны, он там на сцене. Естественно, пошли вопли, крики, визги. Вот эти вот попытки перекрикнуть друг друга в микрофон детей. И, конечно, было интересно. Но зелень, вот прям я выхожу на балкон, я смотрю вот на это все, и я в диком восторге. Кладбище мне, например, вообще не мешает, мне все равно на него. На балконе стоят вот такие прекрасные стулья и пластиковый стол. Можно сесть, посидеть, выпить кофе. Сушилка и, собственно говоря, все. Вот он номер. Как раз мы сейчас зашли после уборки, после спа. Ну, номер как номер. В принципе, неплохой. Меня, конечно, удивляет вот эта концепция фан-ан-сан, эти детские круги. Но, ладно, такая концепция, кому-то нравится. То есть, в целом, в оформлении номера, вот даже если мы смотрим вот эту картину, я не знаю, ну вот вам видно, да, насколько она плохо, в плохом качестве распечатана. Смотрим на эти картины, они, в принципе, такие же, да. То есть, сказать, что какая-то высококачественная печать нельзя. Однако в номере все есть. Вот такие у нас две кровати. Матрас вполне нормальный. Белье чистое, свежее. Такой вот диванчик, на который мы никогда не садились. Всегда чем-то захламленный. Такая вот зона, где все можно развалить, навалить. Вот тут мы покупочки насовершали. В общем, все валяется. Ну, это уже не вина отеля, это наша вина. Разбрасывать мы умеем. Телевизор. По телевизору показывает один российский канал ТВ Руснат, в котором мы очень смеемся, особенно над его рекламой. В принципе, фильмы даже нормальные российские. Но реклама очень смешная. Там продают и икру мойвы, и соду башкирскую. В общем, что только не продают этим несчастным немцам. Вот такой вот вид. Кстати, по поводу кладбища, того же самого. Вернусь к этому кладбищу. И отсюда видно, естественно. Там стоит сбоку отель Royal Garden. Полужилой. Я не знаю, он работает, не работает. У него прям двери ресепшн стоят напротив входа в кладбище. То есть, если здесь это как-то более незаметно, то там это совсем. Что здесь еще есть? В этом номере здесь есть холодильник. Мини-бар. Вот мы сами бутылочку положили. При заезде три бутылочки полулитровые нам положили. Ну, всякие ящички. Шкафчики. Сейф есть, кому надо. Шкафчики. Разнообразные. Вот такой шкафчик. Ну, вот и все. Вот он и весь номер. Сейчас покажу ванную комнату. Ванная комната. Вот такая вот раковина. Я сейчас пойду принимать душ не при вас. Фэн работает хорошо. Куча полотенец. С полотенцами проблем вообще никаких нет. Отвратительнейшие шампуни предлагаются и мыло. То есть, мы купили шампунь для душа, потому что этим шампунем невозможно мыть голову. Квинник, голова. Вода горячая всегда есть. Это отличительная как раз. Наверное, если ее рассматривать как пятерку, эту гостиницу, тогда окей все. Потому что зачастую в четверках, в трешках воды горячей на всех не хватает. Унитаз. Унитаз, да, чтобы показывать. Убираются. Ну, убираются, не сказать, что прям шикарно. Но все равно смотришь на отель, вот оно вот какое-то вот все такое, вот уставшее. Да, вот если при ближайшем рассмотрении, там эту раковину заглядываешь, в эту дырку, да, там еще куда-то, где-то. Ну, вот такие вот моменты. Замечаешь, что здесь все-таки это не очень пять звезд. Не буду показывать дочистку унитаза, что его не очень хорошо почистили при уборке. Ну, в общем, как-то так. В целом, номер неплохой. Интерьеры внутренности отеля, вот какие-то, вот такие. То есть, там, везде, на каждом этаже находятся номера. Справа, слева, здесь два лифта. И внизу зона ресепшн. Пока буду спускаться вниз, уж лифта тут не дождешься, расскажу про спа. Спа в отеле, ну, обычная, так скажем. Хамам, сауна. Собственно, все, массажные кабинеты. Массаж делают неплохо, девочки сильные, однако не массажируют практически спину по какой-то непонятной причине. Много уделяют времени ногам, голове. Но со спиной что-то какая-то проблема. Мы отмассировались, сделали сколько, шесть сеансов уже. И как-то вот спину что-то не подтянули. Зато ноги прям очень хорошо. Поэтому сказать, что плохо не могу, в целом, неплохо. Вот она зона ресепшн, такая красивая. Такая вот стеклянная штука. Вот это вот здесь рисуют на поэтках различные узоры. Вот кто-то Vox Resort нарисовал. То есть можно там что угодно вот таким вот образом изобразить, так скажем. Вот Vox Resort Fun and Sun. Здесь сидят представители Fun and Sun. Вот мы можем видеть расписание. Кстати, очень далеко находится. Там вот на видео видно, насколько далеко находится море от отеля. То есть идти где-то, наверное, полчаса вниз. По жаре весьма некомфортно. Вот расписание шаттла, который туда-сюда ходит на пляж. На пляж общественный. И никакого там, естественно, своего пляжа нет. Стоят зонтики соломенные. И, собственно, ложишься где хочешь. Успел занять зонт, лежишь в тени. Не успел, лежишь под палящим солнцем. Пляж нормальный, пляж городской. Заход в воду тоже нормальный. Можно отойти вправо и будут там различные кафешки, где можно от кафе лечь на пляж и купить бутылку пива и лежать с этой бутылкой пива хоть весь день. Бутылка пива стоит где-то от 70 до 100 лир. Вот программа мероприятий. Анимация, кстати, старается. Видите, идет и бабл-шоу, лайф-мьюзик, мистер-миссис-вокс, бармен-шоу, турецкая ночь. Вчера была очень смешная. Дэнс и плейбэк-шоу. Бай-интентейнмент-тим, летин-дэнс-шоу. В общем, вот все идет. Питание по расписанию. Завтрак, обед, снеки, полдник, ужин. Ну, грубо говоря, трехразовое. Плюс там где-то то там, то тут можно что-то перехватить. С питанием, кстати, все нормально. Вот в эту сторону, там в конце идет как раз по салон. Здесь парикмахерская. Вот он отель Fun and Sun Vox Resort. Ну, сами видите, здание такое уставшее. Уставшее. Территории как таковой практически нет. Вот туда вправо бассейн, влево столовка с баром. Да, она как-то совмещена. И, собственно, на этом территория-то и заканчивается. В ту сторону, вот так, по дорожке идти, где-то порядка получаса придете на пляж. Ну, конечно же, никто особо ходить не хочет, поэтому есть шаттл. И вечером есть шаттл в центр Мармариса. Давайте пройдемся к отельной зоне. Ой, к бассейной зоне. Что там? Посмотрим. Кстати, анимация очень хорошая. Перед нами идет диджей. Наша анимация очень старается. Каждый вечер активная, хорошая. Делают настроение. Вот, собственно, балконы можете видеть. Что мне нравится, так это, как я уже говорил, вот эта вот вся буйная зелень вокруг. Здесь есть бильярд. Можно поиграть. Бар у бассейна. Почему-то в этом баре у бассейна нет вина. Мы пьем вино. Кстати, вино неплохое. Вот здесь его почему-то нет. Надо идти на бар, на ресепшн. Есть вот такие вот две горочки. Если прямо посмотрите, увидите. Одна такая крутеная желтая. Другая красная. Обе они, я не знаю, видимо, работают как-то по часам. Потому что я вижу чаще, что они не работают. Чем работают? Сейчас, на данный момент, они не работают. Но дети как-то катались. Здесь вот такой бассейн протекающий. Шезлонги. Вот это вот бассейная зона. Еще есть один бассейн внутри, крытый. Сейчас его тоже покажу. Там крайне невзрачное, некрасиво. Не знаю, вообще купаются там или нет. Солнце, кстати, заходит очень рано. Потому что вот здесь гора. В 6 часов уже ничего нет. Вот такой вот бассейн внутренний. Никакие лежаки тут не стоят. Вот такая вот куча лежаков лежит. Какие-то шмотки наваленные. В целом как-то не сказать, что прям чисто. Вот как-то вот так вот. Здесь купаться нет вообще никакого желания. Но судя по тому, что здесь мокро, кто-то купался. Ну и заглянем во всю эту обжираловку. Здесь бар наливают. Все, что хотите. Вот здесь можно посидеть. Привет. Бар плавно перетекает в ресторан. Открытая часть. То есть вот здесь можно посидеть, покушать на улице. Также можно посидеть, покушать внутри. И здесь же стоит сцена, где вечерами происходят какие-то постоянные действия. Вот она такая. Люди кушают. Чай, кофе. Наливайка. И, конечно же, надо снять обязательно шведскую линию. Картошечка фри. Луковые кольца. Шаурма. Еще картошечка фри. Спагетти. Соус для того, чтобы сделать спагетти булангвезе. И лаваш. Это то, что представлено на улице. Еще внутри шведская линия. Вон, кстати, делают тут самую шаурму. Небольшой набор фруктов. Ну, тут вот вся мазня сладостей. Стандартная абсолютно. Все вот эти вот невероятные салаты. Вот это вот все, что я как раз очень не люблю. Большое разнообразие различной зелени, овощей. Можно вот так вот. И кушанья. Рис. Говядина обжаренная. Здесь грибы с чем-то. Не понимаю, с чем. Вот такое что-то овощное. Вареная курица. Жареные овощи. Баклажаны лежат и кабачки. И молочный картофель. Вот такая грибская линия. А, и каждый день есть суп. Какой-то. Сегодня это йогурт-суп. Вот так это выглядит. Стоп, 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 стоп. По скриптум я совсем забыл сказать про самый большой минус. По крайней мере для меня. Огромнейший минус. Здесь практически нет Wi-Fi. Он был бы хуже только в одном случае. Если бы его вообще не было. Wi-Fi еле работает. Загрузить видео сейчас я не смогу. Поэтому загружу я его только когда вернусь в Москву. Видео, когда здесь смотришь, это просто полнейшее мучение. О загрузке вообще речи не идет. Так, попереписываться в WhatsApp кое-где. Где-то там на ресепшн. В зоне барной. Вот там может где-то ловят Wi-Fi. Но в целом и общем это катастрофа. И это отмечают все гости в отзывах.